Соня, чуть-чуть повыше, ручку подними. Молодец. Если очень захотеть, можно в космос полететь. С таким девизом проходят домашние занятия юной Сони Берзиной. В полтора года девочки поставили диагноз ДЦП. Сначала врачи думали, ребенок ленится, но позже выяснилось, ноги и руки ее не слушаются. Соня не подглядывает, и мы делаем занятия с пальчиками. Научиться слышать свое тело Соне помогают на занятиях ЛФК. Когда специалист трогает каждый пальчик на ноге, девочка пытается почувствовать, какой именно. Все занятия выездной бригады проводятся в игровой форме, но требуют серьезной работы. Со мной она делает вид, что она сразу устала, у нее ничего не получается. То у нее глаза выпадут от прописей, то еще что-то. Тут совсем другое. Я не учитель и не специалист. Мною она может манипулировать, она знает, как это делать. А тут никак. Тут надо работать. Это кто? Это кот. Его детеныш. А как детеныш его зовут? Котеныш. У 11-летнего Никиты Каратаева задержка психоречивого развития. Его частые гости – логопеды, психолог и соцпедагог. Без их полезных занятий ребенок был оторван от общества. Спустя 6 лет добился отличных результатов. Мы ходим в обычную школу. Я очень благодарна, что мы вышли из этой ситуации не такими уж большими победителями, но все равно для нас это, знаете, вот как перепрыгнуть через Аверест было. И мы ходим в обычную школу, в обычный класс. Конечно, не все у нас легко и гладко, но мы стараемся, мы идем. Вокруг очень много людей, которые мне помогают, и я очень благодарна им. Выездная мобильная бригада – это специалисты доброты, логопеды, психологи, социальный педагог, инструктор по адаптивной физкультуре. И привлеченные из других учреждений – олигофренопедагоги и специальные психологи. Главное – это социализация ребенка. Это наладить общение с родителями, с детьми, с друзьями. Это общение вообще с другими людьми. Ну и, конечно же, коррекционное развитие. Коррективно развивающие занятия проводят специалисты на развитие речи, внимания, наблюдения, на моторику, рук, крупную мелкую моторику развивают. Проект «Домашний микрореабилитационный доброцентр» заработал благодаря гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме выезда специалистов, предусмотрен прокат дорогостоящих тренажеров и инвентаря, которые не по карману нуждающимся семьям. И по тренажер, коляске, велосипеды и другие спецустройства для занятий желающие могут арендовать бесплатно на срок до трех месяцев.